Всем привет! Меня зовут Дмитрий Троян, я работаю в NexSolution с прошлого года. За это время я успел сделать два коммерческих проекта, используя фунгар. Сегодня мы поговорим об этом замечательном проекте, как это работает, в каких случаях используется. Я покажу примеры кода и как сбилдить приложение, используя замечательный сервис фунгапа и фунгапа. Начну я со статистики. В 2011 году количество мобильных устройств перевалило, то есть перевороло количество проданных компьютеров. Таким образом роль мобильной разработки постоянно растет и у нас как разработчиков мобильных устройств тоже растет. Взглянем на основные мобильные платформы. Их огромное количество. Это AIS, это Android, это Windows Phone, BlackBerry, Symbian, Bada и еще там есть несколько. Почему это является загвоздкой для разработки под мобильных устройств? Потому что под каждой из них есть свои библиотеки, свои программирующие. АIS, это Objective-C, под Android, Java и так далее. То есть, если заказчик хочет разработать приложения для всех мобильных устройств, у него очень сильно простая стоимость разработки. Так как ему приходится нанимать и Java, программисты Objective-C. Основные направления, это конечно AIS и Android, это основные какие рынки. Вот, соответственно, вот эти 2DNK для 2C и Java, они играют основной вот. Что нам может помочь? Нам может помочь PhoneGap. Он позволяет использовать знания уже тем, как CSS и JavaScript, оборачивать это все дело в нативное приложение и устанавливать это нативное приложение на все вот эти вот подробные перечисления. Вот, то есть для того, чтобы написать приложение, он достаточно знает JavaScript, HTML, CSS, написали, сбилдели приложение. Все, вы можете устанавливать за все платформы. Все будет работать. Вот, и... Как работает PhoneGap? PhoneGap является контейнером для приложения. Он использует WebView. WebView, это нативный, нативный компонент системы, использующий WebView. Вот, это можно представить в виде браузера без адресной строки. Это будет ваше приложение. Также PhoneGap является прослойкой. Прослойка в том смысле, что он предоставляет из JavaScript-а интерфейс для доступа к контейнерным функциям, таким как камера, таким как акселерометр, доступ к байловой системе, нотификациям справа, камни устройством. Дальше. Мы можем немножко поговорить о возможностях PhoneGap память. Они представлены на этом слайде. Практически все, что есть device, и у вас доступно из вашего приложения, если вы будете использовать PhoneGap. И это делать гораздо проще, нежели изучать два разных языка, для того, чтобы сделать эксплуатационные приложения. Дальше. Хочу рассказать о сервисе PhoneGap, по названию GIF PhoneGap.com. Я хочу показать... Большой текстиль. Аккуратно. А что это и как это работает? Я больше не в скриптерах. Вот. Вот по такому адресу доступен у нас этот сервис. Все работает очень просто. Зарегистрироваться достаточно, создать приложение. Вот как это выглядит. После регистрации здесь будет у вас просто ваше приложение. Вот список ваших приложений. Вам нужно будет создать новое приложение. Вот здесь указываете имя. Можно использовать репозиторий гитовский для того, чтобы быстро делать приложение. То есть вы залили на репозиторию, у вас автоматически сделалось приложение. Вот. Чтобы залить приложение на этот сервис, вам достаточно нажать кнопку update code. Ну, допустим, мы уже создали приложение. Вот. Вам достаточно нажать кнопку update code и залить файлик. Это должен быть zip, ну, либо что-нибудь написано. Обычно это zip, в котором лежит ваше приложение, с его структурой, с его папками, с его файлами. Это индекс html. И обязательно нужно заливать файл onGraph.js. Ну, сейчас это картовый .js. Вот. Это файл, который является интерфейсом для нативных функций. Вот. Допустим, вы залили. Вот. Сразу начинается... После залили сразу начинается автоматический отчет. Набилдится приложение. Вот. Подай самому не сбилдилось, потому что требуются ключи. Для андроида сбилдилось и сейчас... Прозитировать. Я покажу, как это все устанавливается. Вот. И как это все работает. Вам понадобится ее отход именно. Вы просто... Вам нужно скачать на свой девайс приложение. Вот. И установить. Первое приложение, которое мы рассмотрим, это будет приложение, которое берет снимок с экрана, делает и... О, секундочку. Все залезли, да? Ну, это не работает. Это давно уже не работает. Пробовать еще. Вот. Приложение будет без самоформления. Приложение будет без самоформления. Вот. Так видно? Мы запускаем наше приложение. Которое, на самом деле, немного более красивее форму. Вот. Нажимаем кнопочку. Камера. Это все с использованием фунграфа. Это уже сбиложенное приложение вот с этого сервиса. Вот. Фотографируем. Сохраняем. Все удивительным образом указывается... Что? Указывается. Барабанная дробь. Ура! Вот оно здесь. Да, это мой палец. Ну, смысл понятен. Можно, используя... Я сейчас покажу пример кода. А уже можно не обязательно... Все убедились, что это работает. Сейчас я покажу пример кода и немного объясню, как это выводить. Как правильно сфотографировать палец. Вот он пример кода, с помощью которого можно получить фотографию с камерой устройства. Есть глобальный объект-навигатор, который для нас создает фунграф. И у него есть метод getPicture, у которого есть, в свою очередь, холлбеки, onSuccess и onPhil. По onSuccess мы просто получаем... В него, когда выполняется этот код, в него приходит 1064 строкам, в котором выканирован рисунок. И мы его просто вставляем в source, в тот элемент image, который у нас на документе отрисован уже. Вот так вот выглядит тело документа. Должно он выглядеть было красивее, потому что я подключал check-over e-mobile, но так как сеть лежит. А подключать это все дело из интернета, то произошел небольшой фейк. Вот он элемент image. Ну, здесь нехитрые совершенно действия. Это делается. Вот это. Делается вражающим. Да? Шили больше. Шили больше. Шили больше. Гормально? Ну, и еще есть коллбек onPhil. Здесь можно вывести какую, в чем ошибка в случае едининдачи. Еще у меня есть приложение, но, наверное, оно не будет сейчас доступно, так как у меня нет интернета здесь. Приложение, которое получает данные с акселерометра и выводит информацию о положении устройства. Точно так же. Для примера могу показать, что это все не сложно. Абсолютно все, весь интерфейс API, который нам предоставляет onGash, он практически весь вот так вот и получается. То есть, навигатор. Навигатор и то, что нам нужно, мы получаем в параметрах, передаваемых в onSense, получаем, например, объект, в котором будут данные о положении девайса. Далее хочется немножко рассказать о архитектуре приложений. Приложение в onGash обычно — это одностраничный документ. Почему одностраничный? Потому что мы используем JavaScript, и чтобы не передавать переменные из одной страницы, перезагружая в другую, мы все храним в одном месте. Просто мы можем подключить JavaScript, допустим, где не педали, это все в одном файле. Вот так устроится приложение. Вот так практически оно и выглядит. Просто, допустим, вот этот JavaScript, мы его можем вынести в wav.js и подключать приложение. Получается, с выключенным интернетом работать не будет. Нет, можно все это положить просто в папочку, прямо запаковать приложение, jQueryMafile и что-то вам не будет через интернет, которое нужно выриснуть. И вы будете иметь все это у себя, не зависит от данных данных данных. Просто чаще всего приложение строится на основе того, что я об этом буду рассказывать. Ну, как раз я вам сейчас и подойду. Чаще всего приложение — это front-end для ввода сервера, которое представляет вам просто информацию по всем видео приложениям. Там будет кто из тех приложений, которые я делал. Только когда социальная сеть, она просто обращается, запроводясь в сервер, получает какие-то постоянные данные и вам красиво адресовывают. Делайте дальше какие-то функции просто по социальной серверу к запросу. Можно работать, да? То есть, я правильно понял. Вот эта библиотека, фонграф, она рассчитана только на предсерверное приложение, да? То есть, ничего серьезного не сделано. Ну, вот, к примеру, могу ли я подключать сишин библиотеки? Что нам поставляет еще фонграф вместе с собой — это плагины. И если в случае, если нужно какие-то вычисления производить или в случае, если нужно работать, допустим, с рафикой, мы можем подключить плагины. Их существует сейчас уже огромное количество, ну, не то что огромное количество, но вот достаточно большое количество. В некоторых основных случаях они помогают. Допустим, вот есть плагины Jail Browser, плагины для PayPal. Плагин расширяет функциональность там, да. Плагин — это файл, написанный на нативном языке, и у которого есть JavaScript Word библиотека, представляющая интерфейс с функциями того, что вам поможет напыдать сишник, допустим, или JavaScript. Вот, то есть таким образом можно расширить фонграф до бесконечности. Можно, ну, это уже превращается, на самом деле, в более такое сложное программирование, нативное. На GitHub есть репозитории с плагинами по всей платформе. И там, действительно, плагин, допустим, для работы с календарем позволяет взаимодействие с локальным календарем Word Assets. Плагин тот же JavaScript Browser. JavaScript Browser позволяет вам открыть в вашем приложении дополнительное окошко с браузером, где вы можете тоже на этот серфис страницы задать ему, допустим, перейти на какую-то страницу, вам всплывет дно, которое вы можете закрыть, передать туда параметры. Далее, хочется еще раз сказать, конечно, о тех прояворках интерфейса, о тех прояворках, которые позволяют создавать пользовательский интерфейс. Это jQuery Mobile. Начну с него, и дальше еще будете начать. jQuery Mobile. Основанный jQuery Core. Совместен с огромным количеством устройств. Довольно простой, даже очень простой. Можно садиться и начинать сразу делать ваше приложение, и все получается красиво. Красивый интерфейс. Но в то же время иногда его не хватает, иногда он слишком простой. У него есть замечательное средство Zen Roller, который позволяет сделать, кастомизировать темы, которые там есть по умолчанию, там, по-моему, 5 или 6 тем по умолчанию. Просто разные цвета, элементы образовали. Zen Roller позволяет сделать что угодно. Он может его настраивать. Хоть до старого-малиновых цветов на том. Второй Framework — это Sanchetouch. Он более сложный, он основан на exp.js. Для того, чтобы им воспользоваться, придется подсчитать сначала, по-моему, если вы раньше не пользовались допустимой.js, вам придется, скорее всего, сначала хорошенько изучить мануалы, руководство. Он поддерживает паттерн МВЦ. То есть вы можете разбить ваше приложение на Vue, на Roller, на модели, и все это вместе, собрав, получится, наверное, отличное приложение. Но он не во всех случаях бесплатен. А jQuery вам говорил бесплатен абсолютно. Что значит не во всех? Не во всех. Насколько я знаю, для коммерческого использования он бесплатен, в случае, если вы не делаете какие-то приложения типа билдеров, типа SDK-шек. Я принял? Вот, это небольшая сравнительная таблица. Если у кого-то возникает вопрос, задавайте. Или я перебудаю. Далее. Хочется подытожить немножко. Когда нужно использовать фронт-дап? Когда не нужно? Тогда нужно. Когда вы делаете простое приложение, когда вам нужно просто сделать фронт-энд для какого-то вашего сервиса или сервера. Вот. И когда вы хотите охватить как можно больше платформ с меньшей потерей крови и денег. Вот. Тогда вам лучше всего используется ондап. Если же у вас разработка игры, сложная графика, какое-то нужно очень быстро, чтобы интерфейс отвлекался на взаимодействие, ну, на пользовательские какие-то действия, то, конечно, вам стоит использовать эффективный разработок. Также у фонгапа есть сообщества. Google от Google, комьюнити форум, который читают разработчики, кстати, и очень быстро и очень часто отвечают на вопросы. Также есть викинг, с которыми подчеркнуть нужна очень много информации. Ваши вопросы? Да. Я не услышал, но не посвечал. Бесплатно либо аккаунт? Да. Да, бесплатно. Ну, сама платформа бесплатна. Там есть премиум аккаунты, когда сами разработчики, не то же, они помогают вам, то есть они обеспечивают вам сервис. Если у вас не только какие-то трудности, вы можете к нему обратиться. А что это за ключи? Для iOS ключи, сертификат. Там совсем простая процедура билда приложения. Нам нужен ключ, который надо записать в приложение, и проверить, на который, когда в случае сделать. Это уже игрование Apple. Да. А как насчет прохождения на Apple Store этих приложений? Они свободно проходят, все нормально. Проверено. Если они, соответственно, это у вас. Ну, конечно. Но в PhoneGap, вот была какая-то ситуация, там, по-моему, в 2011, что некоторое время PhoneGap'овские приложения reject'ылись на Apple Store, а вот сейчас этого уже нет, и все нормально. У нас уже стоит, все двигается, все работает. А в PhoneGap'овом режиме получаются какие-то приложения? Вот, допустим, какие-то вне... Есть. Для этого нужно использовать PhoneGap. Вот, допустим, есть PhoneGap'ов на Defication, подключая который, если приходит на Defication, и приложение может о них узнать. А так же свободно работает, если у меня это в Canvas? Да. Мое первое приложение, которое я пришел и начал писать, как раз было с использованием Canvas. Получилось довольно неплохое приложение. Там пользователи могли что-то сфотографировать, нарисовать. Там несколько... Было у нас до 10 Canvas, вот. И мы все это могли оплатить на сервер. И потом другие юзеры могли... Ну, то есть это шапец, и другие юзеры могли смотреть. Можно было вставлять текст. То есть все это довольно хорошо работает. Есть такие задачи, которые в PhoneGap не подходят? Да. Как я и сказал, это какие-то тяжелые игры. Это... Я имею в виду игры, там действительно используется графика. Вы можете, конечно, написать плагин. Все равно, что игру на Ялс Крепти. Правда? Нет. Ну, есть игры на Ялс Крепти. Ну, на Canvas. Но... Сейчас это, наверное, на каких-то топовых девайсах это будет нормально работать. На средненьких это, наверное, будет нормально работать. На хранение данных локальцев. 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 То есть у каждого телефона свой локальцев. То есть, я думаю, обраничен. Пять мегабайт. Пять мегабайт. Больше мы не имеем. То есть... То есть... То есть... ...SquareLight. ...SquareLight. Год PhoneGap предоставляет как раз возможность использовать SQLite. На PhoneGap. Что-то документации, как пишут. Там очень подробный все равно, там отличные примеры. То есть, это метод. Это на 10 метод. Это... Пять мегабайт оперативной памяти? Нет. Мегабайт мегабайт. Да. Пять мегабайт. А если... ...четвертая, пятая, 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 один. Андроиз два, ноль, там один, шесть. Есть таблица. Там... Ну... С 2008 года разрабатывается. Поэтому... Вот все, что с 2008 выпущено, все это делится. А обработка билента была своя? Собственно. То есть там у меня нужно было обхватывать нажатия. То есть я делал астонный рум. Если там обработка билента была своя, потом... Я знаю, что JS там... ...RomTouch... Да. ...То есть у него была эта серия, да? Вот и так JS. Делают на TouchStart, на TouchMove. Все JS успеет. Это все работает. Это все присутствует. А в FUNGBP предоставляет какие-то возможности тестирования? То есть если есть один девайс, там iOS, как проверить там на Android, на тот же Windows Phone и так далее? Как это все тестировать, если не тестировать? Да, проверяется все. Это ложится на плечи разработчиков. В FUNGBP не рекомен. То есть никакого-то эмулятора на вот этом сервисе нет. То есть вам нужно ответственно установить, допустим, для Android и Capes с эмулятором инфестировать. Или на iOS и Xbox установить. Ну, а дебаг режим... Ну, и дебаг режим... Никто не говорит. Никакин тоже. Нельзя. Нельзя накупить в Mac. Ну, да. Лучше ли вы это? Дебаг режим такой? На FUNGBP есть... На FUNGBP есть дебагмок. Это средство, который, может быть, кто-то слышал в ВМИ. Это удаленный веб, инспектор, ремонт. Расшифровывается. Вот. Ну, и в интернете сейчас нормально. Ну, это просто... Ну, это просто... Ну, самое главное, что там есть консоль. Это тоже самое, что у вас. Это самое главное. То есть, можно дебагрировать. Не о легком, а консоль. И оно просто в день здесь в браузере, когда я на девайсе чуть-клик, оно здесь показывает. Прямо на девайсе. Я кликаю на девайсе, и вот здесь в браузере в консоль, я вижу все анонсы консоль дома. Да. Как вот, что это сейчас называется? Он дал камбас в диплбэк. Но его там переновывали сначала в диплбэк, когда он в апатчу переводил консоль, а сейчас он называется Хардово. Хардово? Почему? Не, надо сказать эту историю. А, эту историю? Да там все очень просто на самом деле. Просто фонгарт начинался разрабатываться, у него было название фонгарт, потом он попал в апатчу диплбата. Это, насколько я понимаю, что-то вроде как бы фаундейшена такого в приложении. И впоследствии, когда Adobe купили, пришлось периминать в Хардово, потому что нужно было защитить права интеллектуальные разработчиков. Ну, как написано на сайте, воспринимайте Хардово и фонгарт от Хардово движок фонгарт. Вот так вот, просто. Да? Можете выслал примерно все сложные предложения, которые у вас получилось? То есть, я так понимаю, для вас это работа с эффектированием характеристичного управления, это отправка дальше через там, ну, джельсон, какую-то серваку, дальше на секрет. Правильно? Да. Занимаюсь ли вы сохранением проекта, работой с сохранением данных? Это быстро? Да. На девайсе? У нас просто задача так не стояла. У нас стояла задача, что человек пришел, пофоткал что-то, свои комменты написал, там, прям на картинке, что-то выделил, и все это застолил на сроке. На девайсе... То есть, это была система, которая именно нужна была для Шарфинга. А что-то хранить... Значит, прошу, дальше. А какие платформы вы поддерживали, какие ограничения вы на дороге с вами зарабатывали? Вот я на себе тяжелая штука в общей времени, а где вы не понимаете? Мы, первое приложение, разрабатывались под iOS. Вот, второе приложение, которое разнобавшило данную, что были социальность, и с возможностью общения, с возможностью заказа, там были провайдеры и... ну, клиенты, короче говоря, и люди, которые могли предоставить какие-то условия, там разрабатывалось и под Android, и под iOS. Ну, там, при лечении, насколько я знаю, с версией 2.2, все работает хорошо. Нет, не работает хорошо. Просто, да, вы уже не представили, почему она работает под iOS, на данный дроида. Ну, в общем, сначала, мы пробовали на сенче, один пример. Эта штука не слетела на DLSE 5800, на 3G, на 3G, если немножко так делаюсь, не слетела на Logify, не слетела на 1G, и взлетела на 5G, на 3G. А на 3G? А на 3G? Да. Это тяжелое, просто не знаю, что, я работаю с ней, но я бы сказал, с девайсом будет невозможно. Мы по этому используем директору. Как говорится, это не МВЦ, это не такое, но я согласен. Я согласен. А дальше, на сколько у вас это приложение получилось просто подводное? Да, на это что ты делаешь, да, просто издевайся. Без допиливания оно не устанавливается, все равно везде одинаково. То есть, имеется в любую штуку, под iPhone или под iPhone одинаково? Нет, я говорю, например, IOS и 2-3 ввода, примерно, Motorola, Samsung, неудачность. Надо допиливать. Это, да, это, наверное, потому что разные стоят вебки, в версии вебки, на разных девайсах, поэтому, что-то доступно, что-то недоступно? Нет, там произведение доступно подать. А, сейчас, еще внимательно. В доступе, понравилось работать с этой штукой. Вы важны где-то на кучи девайсов, и поддерживать все, это было адекватно видно. Плюс, билд фокзак выдает не смех шансов. Поэтому, видимо, что происходит, у тебя это не все как минимума, с определенным одним исходом, с постоянным туплой, или, если еще это где-то клипса, вы... Делали какие-то другие туплы? Нет. Нет. Сначала делается версия одна, а потом мы стараемся допилить по другу. То есть, не было назначальности, например, статчик, который знает очень со всех того, как это делается, где какие-то свои действия. А мы, например, статчик, поменяли. Дальше, это градусная, все это попадает. Мне понравилось. Да, есть минусы, когда нужно подраздновать, на одном девайсе она подражается в одном виде, а потом не запускается на третьем. Вообще в любом виде, да? Там не сохраняется. Но это все решает. И все раньше. Времени, которое... Времени, которое... Вспомним... Мы не будем вспоминать E6. В общем-то все, по-моему, да, с этим... Та же проблема. Где-то стало, где-то не стало. Давайте еще можно установить. В чем пройти вот этой штуке или это обычный браузер? Это обычный браузер. То есть, ну... И это обычный браузер. Сейчас нам не хватает, по-моему, только камер, которые в хатомельках включались добавить. Камерный браузер есть, acceleration есть, geolocation есть, а... А что в следующем? Вибро прибрат сюда. Вибро... 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 Нотификация. 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 Нельзя, естественно, кастеризовать нативные аренды, то, что... Можно использовать... Можно использовать... Согласен. Согласен. Что еще можно сказать? Контакт там... А из... Просто из правов, там, мы разберем, доступ запускаем контакт. По спецификации есть. Контакты работают по разным шампатурам, Спецификация это и есть. Спецификация на новости есть. Нотификация на новости дается. Понимаете, что на предыдущем контакты, он придет на... Я тоже не совсем понимаю, как есть спецификация, точнее так. Это поможет, в МЛ5, а мне обещали доступ к нам и этот контакт. Мы и так обещали. МЛ5 обещали, обещали. Ну, да, и выставили. Можно рассчитать мои контакты из его мобильники, Мне обещали и WebBoss. WebBoss была замечательная штука, тогда бы это вообще не было. Да, если бы она была, то... Да, если бы вы выбрали, Самое главное преимущество, то, что это все, надо видеть, ну... Да. Могин, я просто подпомню, я прошу прощения, правда, что я кончусь, и знамарился, этот тюк-небельный проект, который стоялся на три месяца, я им ненавижу все тюк-небельное. Не, ну, мы бы увидели, что это для их души. Ну, надо себе отдавать для черт, только как меню для проточников, лучше не придумать. Очень быстро они пошута накидали, получили инвестиции, и нанялись, и нативных разработчиков что-то делать. Зависит, конечно, от специфики. Если вы хотите, чтобы вот это работало нормально, то я начинаю писать о футболе. Да, вы видите. А уфлайн работа, это уже не нравится? Если правда не мотивирует интернет, а если не нет, то почему-то не мотивирует? А на самом деле, это позволяет тоже уфлайн. Есть случаи, которые скажут, уфлайн онлайн, а дальше ты его дам, если ты слышишь, поедешь. Ну, покида, поди, еще вопрос. Здравствуйте! Здравствуйте! Я говорю, расскажу про Минкс. Если вопросов нет. Вопрос. По предыдущим вопросам, как вебкик, ну, то есть, веб-вью, допустим, на iOS, я не знаю, на iOS точно в браузере, реализовала такая действия шрифа, называется 1.js, который ускоряет отработки, скажем так, ускоряет рендеринг, допустим, веб-гип, веб-гип, это зависит все от специфики, от того, что вы будете рендерить, то есть, если там какие-то сложные, допустим, элементы формы, то есть, если бы я не знаю, это все вообще безразличие неизвестное, Ну, да, мы сравнили все по скорости, только каких-то забытных тормозов запись есть, чтение есть по скорости, вы не знаете, Yeah, да, да. Нужно расшириться, как бы на работе это структур. Мы не имеем в виду, что мы говорим. Просто скорость не раскрепленная, есть вычислительная скорость, есть скорость работы с домом, есть скорость работы с катастрофой. Сторочь координатовая. Вычислительная скорость, да, нейтрон джесс очень здорово будет сделать. Сторочь, ну, не рука, не пьяно. Просто на интуитивном уровне у нас уже будет примерно один. А в основном выполнение явно не вероятно. Вопросы? В какой-то момент пришлось, ввиду различного лафора, хранить небольшого размера картины, чем была лафора. Проверял просто так, картина, где-то 440, работа, перевоза из кабеля на GSP, да, в общем-то, нормально. На интуитив не больше, чем в обычных лафорах. Спасибо. Есть вопросы? Есть вопросы? Есть ли вопросы? На самом деле, был один вопрос, на который не было ответа. Смотрите презентации, видео, которое снимается. В скором времени появятся новые комментарии. Столько наши ребята, по-моему, доедут крючки. И сделают такие комментарии. На самом деле, вы их не выставляете немножечко овально, страничка относительно. Быстро. Сделано. Все, запускаем, запускаем. Запустили. Будет видео, будут презентации, все, которые здесь были. Ну, и сам по желанию, если чего, уже нет. По почте. Контакты. Ну да. Позже. На самом деле. Да. Возьмите довольную сметку.